Всем привет! Сейчас мы едем в библиотеку. В Америке библиотеки бесплатные, очень красивые, классные библиотеки. Мой муж уже был несколько раз, вот я еду первый раз, чтобы посмотреть и, если возможно, записать видео. Там можно взять отдельную комнату, где никого нет, это как свой офис. Стол, кресло, можно компьютер принести, можно там работать, читать, заниматься, никто тебе не мешает. На 2 часа можно взять эту комнату и делать все, что тебе там хочется. Можно смотреть фильмы, читать книги. Если там зарегистрироваться, то можно даже эти книги, фильмы брать с собой домой. И если других людей нету, то ты можешь даже больше 2 часов там сидеть. Вообще очень классно звучит, сейчас посмотрим, если получится, если мне разрешат, я запишу видео, покажу вам все это. Вот она. Смотрите, какая огромная лейбрари. И парковки здесь, смотрите, сколько. Много мест занято, да? В моем понимании аптека. Библиотека всегда была скучно. Прийти надо было, какие-то книжки на школе заставляли что-то там читать, заставляли. Но здесь кажется, это не так скучно. Давайте проверим, посмотрим. При входе стоит охрана. Проходим дальше и видим сразу стеллажи с книгами. Очень много разных книг на любые темы. И дальше вы увидите множество фильмов, диски, которые вы можете взять домой, посмотреть. Смотрите на любой вкус и цвет. Здесь очень-очень много дисков. И современные, и старые, каких-то 70-80-х годов. В общем, очень большое разнообразие. DVD, TV-шоу называется. Можно смотреть и выбирать. С этой стороны книги. Книг очень тоже много. Все очень чистенько. Книги распределены тоже по названиям. Например, вот это про здоровье. Можно прочитать. В каждом отделе написано название. И легко ориентироваться. Можно найти книгу, которую вам интересно было бы почитать. Есть вот такие компьютеры. На этом компьютере можно проверить. Посмотреть, какая книга нужна. В общем, очень удобная система. Тихо все. Разговаривать нельзя. Все так прилично. Ну, за тишиной, за чистотой следят. Ну, мне очень понравилось. Большая библиотека. Все распределено. Все по порядку. Ничего не валяется. Есть вот такие столы, где можно сидеть и заниматься своими делами. Работой, учебой, все, что вам хочется. Сейчас я зашла в детский отдел. В детском отделе очень интересно. Множество разнообразных книг с рисунками, с картинками. Множество фильмов. Фильмы можно выбрать на любой вкус и цвет. Посмотреть. Они в хорошем состоянии. Люди пользуются и приносят обратно. Смотрят. Те, которые зарезервированы, зарегистрированы в библиотеке. Они берут домой, потом приносят. Можно... Смотрите, какой фильм про Микки Мауса. И все в таком, в приличном хорошем состоянии. В детском отделе есть разные разукрашки, есть книги. Даже есть музыкальные книги. Книги, которые озвучивают. Например, вот эта вот книга. Бэби про животных. Там есть озвучка. Когда я открыла книгу, я увидела, что... Я не озвучивала, потому что нужно соблюдать тишину. Но, смотрите, есть система, где животные произносят какие-то звуки. Ну, очень интересно. Мне понравилось для детей. Это интересное место. Есть и для подростков, и для маленьких деток. Интересные книги. И все тоже чистенько. Все по порядку лежит. Все очень красиво. Все очень красиво. Помимо разных книжек, еще есть интересные настольные игры, которые развивают способности и качество детей. Также есть разные развивашки, любимые герои детишек. Они могут раскрашивать. В общем, это очень интересное место для детей. Это не просто скучные книги, а это такое разнообразное место. Также есть множество вот таких столов, где можно заниматься, готовиться к урокам, работать, читать. Есть компьютеры, которые они предоставляют. И на этом компьютере можно сидеть. Главное прийти пораньше. И есть также вот такие вот раковины, где можно пить воду. Можно набрать воду в бутылочку. Это питьевая вода. В стаканчик. Или просто так пить. Очень удобно. Ну и, конечно же, есть туалеты. Мужские и женские. Вот такая классная библиотека. Такие интересные там есть и книжки, и фильмы можно взять. И для детей есть такие классные места, где играть. Всякие игрушки, рисовашки. Вообще очень интересное место. Вот. Потому что там разговаривать нельзя. Там нужно тишину соблюдать. И вышла на улицу. Пойду в супермаркет. Вот напротив здесь такое классное, красивое озеро. Можно погулять. Часто в библиотеку также ходят бездомные люди, потому что, ну, они могут там сидеть, спать, какими-то делами занять. Ну, то есть это как комната, как дом для них. Вот. Но если человек, например, воняет, да, или ведёт себя неприлично, то там есть охрана. Они выгоняют таких людей, если человек спокойный, мирный, никого не трогает, занимается своим делом, то, пожалуйста, приходи. Поэтому это место очень хорошее. Я хотела вам показать ещё две комнаты, два офиса, где можно полностью закрыть дверь, и ты один в офисе находишься. Но они были заняты, потому что там нужно заранее бронировать время. Они были заняты, а чужих людей снимать я не могу. Ну, вот так, близко. Поэтому не показала вам. Но если заранее там забронировать, можно как в офисе у себя сидеть и заниматься, либо работать, читать книги, к чему-то готовиться, к экзамену, например. По дороге иду, и вот встретила вот такой вот... Здесь должны быть книги бесплатные. Вот написано Little Free Library, маленькая библиотека. Вот, смотрите, сколько здесь книг. То есть в библиотеке можно взять книгу, почитать и вернуть, а здесь взять, взамен что-то можете оставить, либо просто взять и ничего не оставлять. И книги тоже интересные. Вот для детей есть всякие книги. Ну, и не обязательно для детей, для взрослых, которые учат английский. Можно такие книги брать. Это уже для тех, кто постарше, для подростков. Разные книги здесь есть. Для взрослых, для всякого разного возраста и на любой интерес, вкус и цвет можно читать. Тут интересная какая-то тетрадка или книга. А это книга. Да, вот такие вот разные. И они все в хорошем состоянии. Они как новые, большинство из них. Вот про динозавров книжка какая-то интересная. Вот здесь вот у некоторых цены есть, стоят, что, например, она стоила, вот эта книжка, 2 доллара 50 цент про океан. Интересная, смотрите, объясняет. Вот какие в океане живут всякие разные животные. В общем, классно. По всей Флориде вот такие вот книжки расставлены, вот такие маленькие библиотеки. И можно брать, читать, вот потом так закрываешь и все, спокойно идешь домой и читаешь книжки. Вот это очень классно. Это то, что мы можем позаимствовать у Америки и сделать тоже в наших странах. Я знаю, в Казахстане и в Алмате есть такое место, одно единственное, которое я знаю. Это в парке Ганди, Махата Ганди. Там есть такая библиотека, она, правда, закрывается, открывается. Вот мы там видели книжки. Но можно было бы побольше, да, поставить по всему городу. Было бы интересно, если люди бы относились тоже к этому с уважением. И это, ну, развивает у людей любовь к чтению, у детей. Ну, как-то это так повышает уровень сразу, знаете. Мне это очень нравится. Иду сейчас в супермаркет. Хочу купить те корни, которые я всегда видела. Я не знаю, что из них я буду готовить. Я куплю, потом приду домой, посмотрю, как я могу их приготовить. И вам покажу, что получилось. Расскажу, вкусно это вообще или нет. Стою, жду на светофоре. Ветер такой что-то сильный. Прям сдувает мою шляпку. Видимо, сейчас тучки надует и опять дождик польет. На светофоре стою уже минут пять. Жду. Чтобы перейти дорогу, нужно нажать вот такую вот кнопочку. И ждать, пока светофор покажет, что мне можно переходить дорогу. На перекрестке я одна. Обычно люди не ходят пешком, как вы знаете уже, все на машинах. Люди не привыкши, что кто-то может пешком тут ходить. Поэтому, переходя дорогу, нужно быть аккуратным. Вот, видите, человечек загорелся. Теперь я могу идти. Когда перехожу, всегда смотрю, чтобы поворотники видели меня. Потому что они летят всегда в телефонах, сидят у себя. И не замечают, что кто-то там дорогу, оказывается, переходит. Так. Я благополучно перешла дорогу. Я жива. Это хорошо. Сейчас я улечу. Очень сильный ветер что-то поднялся. Но благодаря этому ветру вообще жара не ощущается. Как-то так прям прохладненько. Даже как будто бы. Иду я в президентский супермаркет. Президенты супермаркет называется он. Я снимала уже видео про этот супермаркет. Это большой такой магазин, где есть много-много всего. И интересные такие овощи, фрукты, которых не встретите в американском супермаркете. Это он, по-моему, испанский, мексиканский какой-то такой супермаркет. И сейчас я собираюсь купить здесь корни. Вот. Я не знаю их названия. Они там по-разному называются. Сейчас выберу какие-нибудь, куплю. И дома уже что-нибудь из них приготовлю. Так, вот корни, смотрите. Из Ямайки это. Вот такие вот корни есть. Но я не знаю, как их... Что-то почему-то они все порезанные. Что-то они прям такие жесткие. Есть еще вот такие корни. Тоже вот название. Вот это вот Ямки. А это Фрэш Касава. Вот, смотрите. Разные, оказывается, вот такие вот какие-то. Но это как на баклажан похоже. Вот это вот, не знаю. Смотрите, какие-то такие корни. Круглые есть корни какие-то. Называется Маланга. И вот это Уайт Маланга. Это белая Маланга. Но она маленькая, видите, они... Да, внутри он беленький такой. И еще с той стороны есть корни. А еще вот такой вот есть. А это Коко. Маланга Коко. Не знаю, он, наверное... Вкус кокоса, может быть, у него... От слова Коко Коконат. Может быть, не знаю. И вот еще какие-то, смотрите. А, это Батата. Вот это... Это что у нас тут? Маланга Лила. Посоветовала женщина. Она говорит, возьмите вот эту Маланга. Вот, вот такую кругленькую я взяла. Одну штучку я хочу попробовать сначала. А если потом понравится, я буду такие покупать, готовить. Она говорит, 15 минут готовить ее. Ну, в общем, я еще дома в интернете посмотрю. В общем, я не знаю, я не знаю, я не знаю. почистила порезала на маленькие кусочки внутри она белые какие-то пятнышки желтого цвета порезала вот примерно вот такими кусочками сейчас буду жарить есть разные способы как ее приготовить можно ее потолочь она будет как пюре можно жарить можно сделать из нее муку продают муку очень полезный продукт этот корень я прочитала про него там витамина b очень много он вообще не аллергенный то есть ни у кого аллергии не бывает так написано он очень и листья можно кушать и корень в общем он такой полезный намного полезнее чем картошка пожарила я его как картошечку на масле и сейчас буду пробовать что из этого получилось поджарилась с двух сторон такая корочка минут 10-15 примерно так жарится поймете там по ощущениям он становится мягкий он распадается как крахмал такой получается приготовила я эту малангу выгодит она как картошка прочитала про нее столько информации полезно она такая полезная оказывается вот выглядит она вот прям как картошечка это у меня поджарилась так хорошо попробую на вкус тоже как картошка что это хлеб хлеб нет картошка не знаю сер это такой корень маланга называется круглый вкусный как картошка